Продукты питания, воду, электроприборы, подушки и одеяла приносят в пункт сбора. Отдельно собирают необходимые и для тех, кто эвакуировался с маленькими детьми. Работа здесь кипит. Одни складывают вещи в коробки и готовят к погрузке, другие приносят средства первой необходимости. Неравнодушные оренбуржцы объединились, чтобы помочь тем, кто пострадал от удара стихии. Это страшно, это, я не знаю, вода, пожар, это всегда, тем более такое массовое. Давно Оренбург не видел таких ситуаций не было. Людей много, разных возрастов, поэтому стараемся все по максимуму. Чем можем, тем помогаем. Мы все люди. Тут я и не думаю, что нужны какие-то объяснения. Привезли, вчера воду привезли, одеяло, полотенце, немного канцелярии, посуду одноразовую. Сегодня вот собрали, предприниматели привезли и просто люди, кто откликнули в социальных сетях. Для людей поводок такого масштаба стал большим потрясением. Оренбуржцы признаются, в такой ситуации мог оказаться каждый. Поэтому самое простое, что сейчас можно сделать для тех, кто попал в беду – помочь и не оставаться в стороне. Волонтёры отмечают, весь гуманитарный груз распределяют в основном в пункты временного размещения в Оренбурге. Отправляют то, в чём люди больше всего нуждаются. Помогают и адресно тем, кто находится в полупустых помещениях. Мы первоначально ориентируемся по потребностям ПВР. То есть то, что нужно туда, это средства личной гигиены, одеяло, подушки, матрасы, ну и также личные вещи. Потому что люди некоторые остались вообще без ничего. Молодёжь очень сильно откликнулась, за что им большое спасибо. Очень много в Оренбурге. Вчера весь день нашёл поток. Мы хотели до шести вечера собирать. В итоге мы закончили в девять часов вечера приём помощи. Сегодня мы с десяти утра снова начали работать. Оренбургцы собрали всё необходимое и для пострадавших – арчан. Волонтёры Народного фронта уже складывают груз в машины. Сегодня он будет доставлен в Орск. Вся область переживает за тех, в чей дом пришла большая вода. Анна Овсяникова, Игорь Бероев. Новости дня.